Доброго времени суток, друзья, с вами Айв, и это у нас бета-версия игры Love Money Rock'n'Roll или же Любовь, Деньги, Rock'n'Roll. Буквально полгода назад мы с вами проходили бета-версию этой же игры, но тогда нам с вами было доступно три дня, вот буквально под Новый год разработчики выпустили версию на пять дней, которая должна по-другому раскрывать персонажей более полно, ну что мы с вами и посмотрим, друзья мои. У нас с вами новая игра, сохранения походу у нас с вами неактивны, 3-я, 0-я, 4-я, 1987 года. В игре у нас огромное количество изменений, за полгода произошло, ну я думаю мы с вами сейчас все это дело посмотрим и оценим. Так, надо вспоминать, как у нас все это дело работает. Эти падающие лепестки сакуры, неужели для кого-то это красиво? Неужели для кого-то в их круговерте есть глубокий смысл? Возможно, эта игра цвета, пурпурный бархат на фоне заката, действительно завораживает. Наверняка я тоже тогда думал так же, смотрел на кружащиеся лепестки, наверное прошло слишком много времени, я забыл, я изменился. Такими же остались только деревья, им все равно. Они родились раньше меня и переживут моих потомков. Им все равно, они не заботятся о красоте падающего лепестка, о его скорости, угле наклона или векторе. Зачем им думать о таких мелочах? Для них это лишь привычная смена сезонов. Для меня же поток воспоминаний. Дерево передо мной точно такое же, как было тогда, в тот день, когда нужно было что-то сделать, и в тот день, когда сделать уже ничего было нельзя. Такое же. Так же падали лепестки, предательски безразлично. Ведь им правда все равно. Ведь им наплевать, что какой-то фотограф потом сделает из их снимков целую выставку, а влюбленная парочка, возможно, станет еще влюбленнее, наслаждаясь их бесконечным танцем. Ведь это природа, это не я. Как тот день, год назад. Тогда тоже падали лепестки. Тогда тоже природа не умирала, нет, пробуждалась эта сна, чтобы к лету вновь зажечь свой огонь, огонь жизни. Я вспоминаю, сидя под этим деревом, вспоминаю всю радость, всю грусть. Ты правда меня любишь? Да. Правда? Да. А она отвернулась, а лепестки все падали, запутывались в ее волосах, делая ее еще красивее. Знаешь, лепесток сакуры тебе так идет. Она обернулась. Наверное, не хотела. Наверное, ждала чего-то другого. Изящных фраз, умных слов. Чего-то не этого. Правда? Да, конечно. Она улыбнулась. Наверняка и я ждал чего-то другого. Чувств, признаний. Таких же прекрасных, как порхающий лепесток. Но ведь тогда эти слова для меня были важнее всего, важнее этого дерева, важнее момента, важнее жизни. Ведь я понял, что они тот же лепесток, только не упавший на землю, а покоящийся в руке. Такой близкий, такой хрупкий, такой драгоценный. 12.06.1987 года, друзья мои. 87-й год. Окей. Какие-то интересные анимации, на самом деле. Катсцен? Ну ладно. Это дело мы с вами помним. Я проснулся. Как всегда, омерзительно гудел вентилятор. Наверное, он меня и разбудил. Конечно, надоело, но без него никуда. Лето, жара, не спасают даже открытые двери. Три часа ночи. И это отвратительная тишина. Ей-богу, хоть бы полицейская сирена. Крики подвыпивших соседей или виск колес припозднившейся машины. Что угодно, только не этот омерзительный шум вентилятора. Я бы давно его выключил, но так точно сварюсь заживо. Да, лето в Японии, куда хуже зимы в России. Я с трудом встал и пошел на кухню, чтобы попить воды. А какая она, зима в России. Глухо скрипели полы. А остальной дом? Три спальни, гостиная. Не упоминая про кладовки и ванную комнату, мирно вспал, не обращая внимания на единственного жильца. И ведь правда три часа. Я жадно пил, выливая половину на себя. Значит, завтра надо сходить в школу. Надо? Впрочем, кому? Может быть, я сам себе придумал эту глупую ответственность и обязательство, эту необходимость общаться с людьми и ждать, когда мне выдадут ненужный квиток бумаги, символизирующий наличие у меня среднего образования. Наверное, я опять придумал себе этот мир. Не более того, один из тех миров, которые я создаю каждый день для себя, для своих знакомых, для всего мира. Глупые условности, под которые приходится подстраиваться в одном из этих миров, в том, который большинство людей по досадной случайности считают реальным. Я налил еще стакан воды и вернулся в постель. Луна светила ярко, оживляя каждую пылинку. В ее почти что траурном свете моя комната казалась совсем не такой, как обычно, словно дверью в другой мир. Мир, создать который не под силу даже мне. Серебристый луч упал на стол, медленно подбираясь к кипе бумаг. Конспекты, незаконченный роман, письма. От мамы, от друзей из России. И я встал и убрал этот кулачок бумаги в ящик. Оно пришло год назад? Или почему это должно меня волновать? Но с другой стороны, почему оно лежит на столе? Давно пора выбросить. Я вскочил, сделал шаг по направлению к столу и замер. Но как? Ведь я пытался. И не раз. Громко зазвонил телефон. Очень громко. Три часа ночи. Кому в такое время понадобился несчастный школьник, погружённый в собственные рефлексии? Впрочем, я привык. Алло? Алло, ты не спишь? Как видишь. Очень хотелось бросить трубку и выключить телефон. Ещё больше хотелось, чтобы она сейчас была здесь, рядом. А почему? Откуда я знаю? Потому что ты звонишь, наверное. Она пробубнила что-то бессвязное. И как дела вообще? А как они вообще должны быть в три часа ночи? Ну не знаю. Отлично. Значит, отлично. Да ну тебя. А что ты хотела услышать? Хотела. Ну, то есть, просто позвонила. То есть, в три часа ночи звонить, это нормально. Я видела, что у тебя свет зажёгся на кухне, значит, не спишь. Следишь за мной? Нет, я просто, ну... В трубке на несколько секунд повисло молчание. Наверное, она придумывала что-нибудь, что прозвучит не совсем уж глупо. Просто мне тоже не спится. Почему тоже? А если бы я спал? Ну не спишь же! Ладно, давай сначала... Давай начнём сначала. Что хотела? Хотела узнать. Она остановилась на полуслове, словно собираясь духом. А затем продолжила ещё увереннее. Ты придёшь завтра в школу? А если и приду? Тогда я утром за тобой зайду. Спасибо. Вот ещё радости в жизни не хватало. Уже три утра ты зайдёшь. Во сколько? Через три часа? Чтобы не опоздать. Знаешь что? Я, пожалуй, воздержусь тогда. Ну, нельзя постоянно прогуливать. Так и аттестат не получишь. А потом на хорошую работу не устроишься. А потом... Она совсем запуталась в предсказаниях моего будущего. Невелика потеря. Никаких потерь. Не закрывай дверь. Завтра с утра. У тебя есть ключи. Какая разница, закрываю я или нет? А, ну да. Точно. Тогда до завтра. До завтра. Не стал... Я не стал спорить. Просто не хотелось. Да и какой смысл? Она ведь всё равно придёт. Всё равно разбудит. Так случается почти каждый день. Зачем только я дал ей ключи? Впрочем, это было давно. Наверное, около года назад. Наверное, в тот день тоже падали лепестки Сакуры. Да и к чёрту эти лепестки. Надо завести будильник, чтобы проснуться раньше, чем она придёт. Не то, чтобы это очень важно. Просто надоело. И не только, наверное, видя каждое утро перед собой знакомое лицо, я слишком привык к нему. А может, и стал зависим. Вот от этого-то точно никак допустить нельзя. Так что, если хочешь приходить утром... Если хочет приходить утром, пусть приходит. Но вот будить себя я больше не позволю. Сиди-моя, 0-9-е, 1987-го года. Я так понимаю, это у нас с вами следующий день. Интересные переходы между сценами, на самом деле. Ой, в голове и сотни колоколов на разные мотивы звенело наступившее утро. Тут тебе и радостное пение птиц, и стройка на соседней улице, и весёлые крики продавцов всякой всячины, и это чёртово непрекращающееся ни на секунду гудение вентилятора. И недовольное ворчание рядом. Ой. Пристальный взгляд огромных зелёных глаз, надутые губки, и две рыжие косички. Я определённо проспал. Сколько времени? Девочка взяла будильник и ткнула им мне в лицо. Что? Но ведь рано ещё! Запротестовал я. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Это Химицу. Я знаю её, кажется, всю жизнь. По крайней мере, с тех пор, как переехал с родителями в Японию. Её мама русская. Впрочем, она развелась с отцом Химицу, когда мы были ещё маленькими. Ладно, хватит валяться. Пора вставать, умываться, завтракать и идти в школу. И так начинается почти каждый мой день. Хотя за столько лет я уже привык. Ах да, стоит представиться. Меня зовут Николай, и я учусь в выпускном классе. Никакун. Кун именной суффикс, используемый при обращении к друзьям мужского пола или подчинённым и ученикам. Никакун. Ага. Голос Химицу звонко разнёсся по дому. Теперь здесь стало не так пусто и одиноко. Я быстро умылся, оделся и пошёл на кухню. Конечно, многовато места для одного. Да и вообще, такой дом рассчитан скорее на семью из нескольких поколений. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, внуки. Пустое пространство давило на меня, и когда со мной были родители. А теперь я уж точно словно в музее или в библиотеке. Ну, кому в голову придёт жить там, тем более одному. Приятного аппетита. И тебе. На столе красовалась яичница и несколько овощных салатов. Я лениво перекидывал палочками туда-сюда по тарелке кусочек огурца. Не хочешь есть? Хочу. Но я ведь не животное, чтобы травкой питаться. Химицу нахмурилась. То есть заварной ромен по-твоему лучше? Ромен японское блюдо с пшеничной лапшой. Фактически представляет собой недорогой фастфуд. А, хорошо. Не знаю насчёт лучше, но точно вкуснее. Ну, она смешно надула щёчки. Как хомячок, ей-богу. Я ведь старалась. Нокаут. На это мне нечего возразить. Я принялся сосредоточенно жевать. Что планируешь делать после уроков? Не знаю, вроде бы собирались с кёстки ходить в кино. А ты что-то хотела предложить? Она отложила палочки, внимательно посмотрела на меня, как будто собиралась сказать что-то важное. Может быть... И засмеялась, пытаясь скрыть смущение. Да нет, не важно. Химица влюблена в меня. Я знаю об этом давно, но никогда ничего не предпринимал. А в какой-то момент настолько привык, что перестал понимать, любит она меня как брата или как мужчину. Честно говоря, мне было всё равно. Если ты хочешь куда-то сходить, я могу кино перенести на другой день. Фильм вполне сможет посмотреть сам себя. На её лице засияла искренняя улыбка. Да, если честно, я хотела зайти в один магазинчик около станции, который недавно открылся. Девочки в классе только о нём и говорят в последнее время. Возможно, кто-то другой на моём месте посчитал бы это свиданием. Мне же просто было приятно проводить время вместе с Химицу. Да и её такой расклад, кажется, вполне устраивал. Ты не доел! А я и не собирался. Вдруг и обедать придётся той же травой. Вот почему бы тебе не приготовить хоть раз борщ или пельмени, я не знаю. Это не завтрак. К тому же я готовила. Обиделась Химицу. Ну да, готовила. Только совсем не так, как в детстве. Сказать ей об этом я не решился. Одно дело, когда человек не умеет чего-то, всегда можно научиться. Совсем другое, когда и умеет, и делает, но выходит не так, как от него ждут. Тогда есть шанс, что уже ей не научиться. Да, прости. У тебя очень вкусный борщ. Борщ. Да, борщ. Повторил я. Химицу пристально смотрела на меня. Любая другая на её месте давно бы вылила мне на голову тарелку этого воображаемого борща. И что там за магазин, ты говорила? С одеждой. Ответила она, продолжая сверлить меня взглядом. Платье, кофты, юбки. Одежда. Женская. Может быть, тогда тебе лучше сходить с кем-то из подружек? Нет, я, конечно, не отказываюсь, но просто как-то неудобно будет. Почему? Не знаю, просто у вас так заведено. А ты ж в курсе, что я иногда не очень с местными нравами. И это чистая правда. Другой на моём месте уже давно бы привык к японскому образу жизни, традициям и нормам поведения в обществе. Да хоть даже к манерам здешних старшеклассников. Это никто ничего такого не подумает, ведь мы не... Химицу окончательно смутилась и от этого разозлилась. Не знаю даже, на кого больше, на меня или на себя. Иногда в общении с ней, да и не только я захожу в тупик, я перестаю понимать, чего от меня хотят, а собеседник не понимает. Почему и не понимаю я. В общем, подрастущим с каждой фразой и снежным комом непонимания, в итоге оказывается погребён весь смысл разговора. В такие моменты проще промолчать или согласиться. Ладно, ладно, всё в порядке, никто ничего не подумает. С чего бы? Вот именно. Победоносно сказала Химицу и пошла мыть посуду. Мда. Кажется, такая погода в начале осени в России называется бабье лето. Как бы там ни было, в Японии в начале сентября стоит ещё с жара. Химицу молча шла рядом и улыбалась. Я изредка посмотрел на неё, пытаясь понять, о чём она думает. Не то, чтобы мне правда было интересно, скорее я просто старался отвлечься от своих мыслей. Ведь падающие лепестки сакуры то и дело всплывали в памяти, принося с собой не самые приятные воспоминания. А вот Химицу ни разу не говорила об этом. Не хотела бередить рану или просто проявляла тактичность. Эй, приём! Земля вызывает Никакуна! А, что? Кажется, я совсем замечтался. Мы уже почти пришли, а ты всё ещё спишь. Химицу насупилась. Обычно её недовольство выглядит не столько пугающе, сколько забавно. Я не сплю, я решаю в уме вопросы вселенского масштаба. Это какие же, например? Она рассмеялась. Политические или даже геополитические? Кто, если не я? Для будущего политика у тебя оценки не ахти. Это... это не важно. Многие великие люди в школе учились так себе. Вот хоть Эйнштейн. Понятно. Ухмыльнулась Химица. Мы бы наверняка так и болтали о всяких пустяках, если бы у школьных ворот не затевалась заварушка. Несколько человек обступили какую-то девушку, издалека не разглядеть. Смотри. Тихо сказала Химицу и замедлил ваш шаг. Я прислушался. Да у неё небось одна юбка на весь год. Нет, за старшей сестрой донашивает. И как только таких обрыванцев в нашу школу принимают. Устроили проходной двор. Иди на рынок рыбой торгуй. Ты с ней поосторожнее, а то ещё чем-нибудь заразишься. Я же не собираюсь с ней. Да, точно. Наверняка она по ночам и таким подрабатывает. Бедная. Химица остановилась на секунду. А разве она не в твоём классе? Я присмотрелся. Да, действительно похоже. Кажется, в моём. Неужели ты даже своих одноклассников не знаешь? Знаю, знаю. Конечно. Это Нака Хита Ивамура. Я поправил прическу и подоносно взглянул на Химицу. Однако её это совсем не впечатлило. Ну а у нас в классе староста Химицу по-прежнему смотрела на меня сукаризной. Ну что? Ну не общался я с ней особо никогда. Да и она впервые со мной в одном классе. Всего-то полгода учимся вместе. Потасовка, если это вообще можно было так сказать, набирала обороты. Девочка упорно молчала, лишь всё больше опуская голову. Её обидчиков же это только сильнее раззадаривало. Да ладно тебе, кто за такую будет платить? Разве что пару сотен йен. Говоривший демонстративно открыл кошелёк, набитый купюрами, достал несколько и помахал имя перед носом Ивамуры. Это уже совсем какой-то беспредел. Проволчал я себе... Проворчал я себе под нос. Однако проходящие мимо школьники делали вид, что ничего не замечают. Опять эти чёртовы традиции. Нельзя же так. Никакун. Не надо. Лучше расскажем учителю. Химица легонько дернула меня за рукав. И что он сделает? Пожурит их? Ай-яй-яй, как не стыдно. Я начал выходить из себя. Если вдуматься, то какое мне дело? Одноклассница. Ну и что? Я и до этого с ней парой слов не перекинулся. С другой стороны, мне было тяжело видеть, как одну несчастную девчонку травят целой стаей. Вмешаться или не вмешаться, друзья? И мы с вами вмешаемся в это дело. Это будет правильно. И почему я должен оставаться в стороне? А если бы на её месте была Химицу? Мы ведь тоже далеко не самые богатые по меркам этой школы. Извини. Химицу лишь слегка улыбнулась в ответ. Эй! Крикнул я и уверенным шагом направился в их сторону. Отстаньте от неё! Они сначала удивлённо посмотрели на меня. А вот Ивамура вообще никак не отреагировала, продолжая изучать землю. А ты кто такой вообще? Тебе какое дело? Иди куда шёл. Их тон звучал вызывающе, но это лишь придавало мне уверенности. Вчетвером на одного не слишком честно... Не слишком честно, вам не кажется? А ты что, тоже хочешь? Два парня сделали полшага вперёд и демонстративно хрустнули костяшками. Похоже, они не только словами умеют разбрасываться. И что ты теперь сделаешь, герой? Ухмыльнулся один. Да! Что? По правде говоря, я и сам не знал. Ступиться за Ивамуру меня заставило лишь какое-то воспалённое чувство справедливости. Потому что здесь не принято себя так вести. А там принято помогать ближним. Но ведь реальная жизнь это не манга и не аниме, да и нет у меня никаких суперсил. А вот сейчас ты узнаешь. Я подошёл вплотную к одному из них. И замер. Ну и что дальше? Однако парень явно растерялся и попятился назад. Ты вообще кто такой? В ту же секунду ко мне подскочил второй с явным намерением толкнуть в грудь. Рефлекс сработал быстрее мысли. Ой-ой. Взмах руки. Хруст челюсти нападавшего. И реальность вокруг словно замерла. Выражение удивления застыло на лицах девчонок. Удивлённо на меня смотрела Ивамура. Даже парень, получивший по морде, был как-то удивлён. Но это длилось лишь мгновение. Да ты, да ты знаешь, кто мой отец? Закричала одна. Тихо, не надо. Пойдём. Он бешеный какой-то. Успокаивала её подруга. Второй парень помог подняться своему поверженному товарищу. Это ещё не конец. Мы тебя запомнили. С этими словами они быстро направились прочь от школы. В ту же секунду ко мне подскочила Химицу. Никакун, ты в порядке? Да, конечно. Спокойно ответил я, внимательно изучая слегка опухший кулак. Странно, но меня не трясло от адреналина, как по идее должно было бы. Видимо, всё произошло слишком внезапно. Ивамура сэмпай? Сэмпай именный суффикс используемый при обращении к старшеклассникам или старшим более опытным коллегам по работе. Во всей этой суматохе я совсем забыл про виновницу торжества. Она стояла молча, смотря на нас из-под лобья. Ты в порядке? Дараки на территории школы запрещены, сказала она тихо. Что? Я расплылся в глупой улыбке и посмотрел на Химицу. Тот тоже явно не понимал, что происходит. Я говорю, что вовсе не обязательно было лезть в драку. Если ты не заметила, то я как бы тебя защищал. Они бы в итоге отстали. Ивамура на секунду замолчала, подняла на меня взгляд, сверкнула глазами, но затем вновь вернулась в своё безразличное состояние. Они всегда отстают. Как бы там ни было, можно бы хоть спасибо сказать. Это же нормы приличия. Сейчас я злился даже больше, чем минуту назад. И не только у вас, а вообще везде. По всему миру. Ивамура в ответ лишь за дровонос фыркнула и быстро пошла в сторону школьных ворот. Нет, ну это вообще. Я же говорила, что не надо, тихо сказала Химицу. Но ты повёл себя как настоящий герой. Ага, герой, как же. Где ты таких героев видела? В кино вот их благодарят за спасение. Но ведь ты это не ради благотворительности сделал. Химицу продолжал улыбаться, и я смутился. Ещё посмотрим, какая благодарность меня ждёт от учителей. Проворчал я. Ладно, пошли. Начался обычный учебный день. Ну и что ж, друзья мои. Я думаю, на этом моменте мы с вами и закончим. Ну а с вами была Ив. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Всего хорошего.